Каждый район выбирает лучшую школу и выдающихся учеников. Именно на их плечи возлагается важная миссия – почетный караул у вечного огня. Сегодня прошло открытие Всероссийской вахты памяти. Ребята будут сменять друг друга каждые 20 минут. В холодную погоду и дождь время сокращается до 15 минут. Работа не из легких. Часовой должен стоять как камень, чихать и зевать строго запрещено. Осанка должна быть ровной, переваливаться с ноги на ногу нельзя. Сегодня на открытии с напутствующими словами выступила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Это сохранение памяти о тех воинов, которые легли на полях Великой Отечественной войны, как никогда актуально. Потому что это важно нам, это важно подрастающему поколению, важно то, какой ценой нам досталась победа, какой ценой нам досталась свобода и независимость государства. В этом году ежегодную вахту памяти открыли поисковые отряды. Памятная дата совпала с началом полевого сезона. Сразу после Дня Победы 110 южноуральских бойцов отправятся на поиски прошлого. Уже три года Валерия ищет медальоны, ордена и останки солдат Великой Отечественной войны. Вся экспедиция занимает 21 день. Бывает, что ребята находят и археологические ценности – брошки, часы и фронтовые письма. Как многие говорят, чувствуют сердце. Ты вроде идешь, все хорошо, щупу щупом и тут находишь что-то. Думаю, что это дерево, оказывается кость. Мы живем в палаточных условиях, это болото, каждое утро зарядка, завтрак и мы идем в поле. Большая удача найти медальон с запиской, тогда есть шанс отыскать родственников солдата. Такая история произошла в 2012 году, когда поисковый отряд Ленинградской области нашел медальон пропавшего красноармейца. Спустя 10 лет памятную находку наконец-то передадут семье. Родственники солдата проживают на Южном Урале. Мы смогли получить копию данного медальона. Узнали, что боец проживал на территории соседнего к нам Чесминского района. Мы нашли племянницу красноармейца Шерстобитова, которая в настоящее время проживает в городе Пласт и на сегодняшний год ей 81. Сейчас в Челябинской области действует 42 поисковых отряда. Часть команд уже разъехались на места сражения Великой Отечественной войны. Это Ленинградская, Псковская, Новгородская и Крымская область. Ребята из почетного караула смогут присоединиться к поиску пропавших солдат уже после 9 мая.